Будьте осторожны, изучая астрологию. Это очень опасная наука. Вы можете себе всю жизнь испортить с помощью этой науки. Например, вы видите в гороскопе у себя, у меня два брака, а у вас только первый. Что это значит? Это значит, что у вас вера в брак свой теряется. У меня были вот именно такие вещи, которые происходили с близкими людьми. Страшные события из-за этого возникают. Или вы к астрологу приходите, начинающие астрологи, они хотят быть Богом. Они хотят, не хотят, у них это подсознательно, они хотят быть Богом, и поэтому они карту увидели, они такие как бы прямляются, такие как бы. И человек заходит к нему, и он говорит, ну скажите, пожалуйста, как у меня? И он говорит, осеннее пальто можешь не покупать. Ну так, я утрирую, ну примерно так. Человеку говорят, он говорит, как? Он говорит, судьба. Человек не понимает, что судьба – это просто объем работы. Судьба – это не то, что там все, типа. Это просто объем работы. Ну не справился, да, бывает. Но он же не может астролог понять, справится человек или не справится. Ему это не дано понять. Это Бог решает. То есть сам это свобода выбора. Есть еще свобода выбора. Вот в карте астрологической свобода выбора не обозначена. Это наша свобода, понимаете? Карта не работает в этом случае. У меня есть пример одного святого, один святой в моей традиции духовной. Он пришел к астрологу, тот ему говорит, «У тебя видишь, вот линия жизни, а вот линия трамвая, они вот здесь пересекаются». Это шутка, это так мне один сказал. Он ему говорит, у тебя линия жизни, вот все. И он берет, говорит, дайте мне нож. Святой этот. Дайте мне нож. Ему дают нож, он говорит, смотри. Раз ее вот так вот себе. Видишь линия жизни, вот до сюда. Он говорит, вижу. И он столько прожил. Вы поняли, нет? Астрология – это намек. Намек на объем работы просто и все. Но если астролог меняет парадигму, он думает, что это не намек, это обреченность, это вредитель. Его нельзя слушать, этого человека. Он грешник. И говорится в самой астрологии, что такие люди в следующей жизни будут рождаться слепыми. Так как он джотиш, астрологии переводится свет. То есть свет знаний. Если он знания неправильно использует, людям вредительством занимается, он слепым родится в следующей жизни. Будьте осторожны. Знания опасны. Любое знание надо использовать для помощи человеку. Я пришел как-то к одному астрологу, он мне всю прошлую мою рассказал, судьбу. Все рассказал. Я говорю о будущем. Он смотрит на меня, говорит, я знаю, зачем ты приехал, задавай свой вопрос. Я ему задал вопрос. Он касался большой суммы денег и моей судьбы в дальнейшем. Потому что у меня в сердце было сильное желание использовать эти деньги. Он мне сказал, нет. Я говорю, когда я об этом узнаю? Он говорит, ты узнаешь об этом через три недели. Я говорю, так быстро я подожду. Речь шла о большом кредите. Там почти никаких процентов. Там фантастика просто. И мы берем медицинский центр, выплачиваем. Ну просто сказка, знаете. Через три недели наступил кризис в России. И денежки. Тю-тю. И мы посчитали, мы бы за всю жизнь не выплатили потом. За всю жизнь бы не выплатили. Вот это астрология. Человек спасся от беды. Я говорю, а еще? Он говорит, а больше тебе не надо ничего знать. Зачем тебе? Живи. Побеждай судьбу. Придет время, Бог тебе будет показывать все, что будет происходить в сердце. Если ты будешь трудиться над своим сердцем. Зачем тебе об этом говорить? Обрекать тебя на что-то? Я не буду. Это серьезный человек. Продолжение следует... Продолжение следует...